доброе утро посмотрите посмотрите какая красивая паутина прям на солнышке светится ну надо же девочки права доброе утро друзья посмотрите какая у нас красота так миги кискачу о ла 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 вот чего собака побежала я не успела поздороваться друзья добрый день добрый день вы на террасе провансалочка это мой муж марис и наша собака который а что это что это он сегодня день счастья он будет будьте счастливы девочка он не будет будь счастлива моя дорогая с вас и роза паркур дуфутинга он говорит я насобирал пока бегал девчонки вот так он не делает каждый год честно скажу они очень-очень пахнут сейчас я маленький найду стаканчик поставлю еще раз вам покажу версии ой ну посмотрите как же это трогательно ой я конечно трепещу честно сказать потому что ну вот в этом плане девочки ну вот вроде бы я и ругаюсь ругаюсь на своего мужа но все равно вот есть такие моменты за которые вот ты его можешь простить потом за все вот например вот такой вот цветочек фиалочек они высоковаты для этого стаканчика нет это был стаканчик повыше но я же убрала всю посуду короче надо мне найти смотрите какая прелесть правда же мелочь а как же приятно вот наши мужчины когда хотят умеют они нас и побаловать как говорится настроение поднять чего и всем вам желаю мои хорошие приятного дня а у меня сегодня после обеда запланирована куча 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 дел сегодня во франции наступила весна 20 марта посмотрите я приготовила на обед вот такое красивое блюдо это целая морковочка маленькая это таки кумасе сапеля по пиэту дуву и короче это наверное молодая говядина фаршированная там чем-то все это я делаю мультиваркой и вот таких несколько кусочков картошечки лучок и укропчик сверху так что девочки всех с весной девчонки всем привет вы у меня на террасе у меня на террасе да потому что я с этими с розами короче у меня на круглой клумбе вы знаете проблему нужно заменить розу розу которая вчера купила этот из в жен из в ген не знаю как вы приносите правильно на русском она оказывается очень высокой она вы оказывается очень высокой и поэтому посмотрите она конечно красиво до невозможности посмотрите какая красота но вот я почитала розбук ой мое отражение там видно что совсем не нужно ну ладно ну вот пишут девочки что она метр двадцать а то и выше она будет прыгать поэтому мне ее на передний план никак нельзя сажать потому что куст уже видно что он раскидистый вот и короче мне придется переделывать клумбу я сейчас посмотрела у меня в середине сидит вот это вот роза бореале тоже тантушечка вот ее пишут что она до 80 сантиметров но она как раз так вот она по цвету соответствует и первым дорон сар и причем ведь очень мало фотографий то есть это розы есть далеко не у всех похоже поэтому да вот она такая нежная розовая а у меня третья роза сидит на это на этой же грядке самая последняя жардан до франса вот и ее пишут что она нарастает повыше но самая красивая она все-таки когда мы ее формируем до метра так вот у меня видите вот она какая тоже тоже розовый все у меня в одном оттенке получится понимаете поэтому я даже не знаю я немножечко в растерянности честно сказать то есть мне придется переделывать сегодня цветник вот эту жардан до франса пересадить вперед а эту значит и свой жен это там какой-то голубой зяблик как вы ее на русском называется девчонки мне писали посадить на задний план и оставить ее расти во весь рост чтобы она давала такой фон красивый ну короче девочки кто тебе сам себе и вообще я считаю что видя как осыпаются петали то есть листики роз я понимаю что я совсем не совсем не на правильном пути не нужно было вообще на эту клумбу сажать розы то есть ну пускай в этом году порастут если мне не понравится как они потому что там же будут другие цветы понимаете вот поэтому ну что девочки у меня тут еще идут на моей странице идут комментарии девчонки пишут конечно спасибо им но я совсем не участвую на руссбуке то есть захожу посмотреть розу не более того так ладно перейдем к нашим баранам и остановимся так я еще сегодня значит буду думать но все мои хорошие спасибо за внимание друзья привет вы с провансалочками на нее на ее канале кто еще меня не знает добро пожаловать на канал мы находимся мои теплички вот и я уже сейчас все приготовил для того чтобы посеять 1 2 3 4 5 6 зернышек цукини хотя хотела посеять только 4 но посею 6 и 2 2 зернышка куржи дуниса это такая тыква кто не знает который когда молодые росточки это цукини когда она перерастает она превращается в тыкву в красавицу вкуснющую тыкву поэтому сейчас вам покажу что я приготовила и я побегу потому что мы с мужем на начали решили посадить все таки вот это вот деревце которое при привлекает бабочек на букву д она называется видите деды дра 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 вот я еще не запомнила имя и потом я вам все таки покажу что я буду сеять потому что ну побежала вот видите я приготовила 6 таких вот кокосовых формочек горшочков и и две вот таких вот формочки это у меня будет для тыквы вот сейчас я это все полью семена я уже принесла все это это очень быстро сейчас вернусь и буду продолжать ну вот смотрите это у меня старая роза это моя новая красная роза ну может быть и близковато но послушайте пока разрастется этот а это деревце от сиры или папион который на русском языке называется на букву д вот когда вырастет будет с видом туда на гольфовые поля на наш еще существующий бассейн ну однозначно мы будет здесь неплохо между двух розочек но вот так как то так доброе утро друзья вы находитесь сейчас с провансалочкой сзади меня мой прекрасный сад мой прекрасный весенний сад и я бы хотелось перед я бы хотела переключиться чтобы показать вам что такое но похоже это функция не располагает такой возможностью как жаль друзья привет привет вы из провансалочка на ее террасе сегодня вторник 21 марта но как не скажи второй день все-таки весны послушайте погода шикарная меня ждет сегодня сад мой муж сегодня будет заниматься своими делами я буду заниматься своими делами короче посмотрите какая у меня красавица камелия боже мой до чего она хороша ну слов нет правда такая как картинка нарисованная обожаю обожаю посмотрите прелесть какая так очень большое разрешение вот я сейчас спускаюсь быстренько что-нибудь завтраку и принимаю свои бады и пойду я сегодня в сад привет мои хорошие спускаюсь а здесь стоит этот цветочек этот маленький букетик с фиалочками с ромашечкой боже мой какой же он трогательный прелесть прелестная правда же девочки так мои хорошие посмотрите что я тут придумала переделывала переделывать буду короче перетащила вот я землю эту мы вчера вот купили эту землю хорошую послушайте вот здесь была вот видите в этой яме была сильви вартан теперь она теперь вот в этом ведре там есть таких пару в пару почечек но я решила ее я ее пересажу в горшок поставлю под наблюдение пускай нарастает пускай нарастает весь она растет значит все хорошо значит я и потом высажу куда-нибудь дальше что мы делаем посмотрите значит у меня вот это вот клумба я хочу сделать ну вот в таком цвете да как вот этот вот геоцинт то есть это у меня вот здесь вот пьердурансар растет значит эти две розы бореале и жардан-де-франс они в розовом цвете значит новую розу посмотрите видите вон горшочек стоит розовый значит я посажу ее чуть-чуть поближе вот чем у меня сейчас вот тюльпанчик выглядывает то есть тюльпан придется чуть-чуть выкопать вот дальше у меня получается вот эти как же их называют толокня не знаю девочки забыла надо все смотрите у меня записано высокие цветы красивые растут пересажу значит вот здесь где у меня лежит лопаточка этот цветочек уберется и вот прям за розочкой за розочкой прям посадится один георгин дальше вот это что цветок в центре уйдет на место розы который был это будет это такой он называется как у нас типа сожа он будет между розовый такой вот бело-розовый типа гиацинта и пьердурансарда то есть он подойдет он разрастет и таким шаром круглым я его пускай так как он в этом году молодой он все равно не будет очень большим а на его место я сейчас посажу вот этот куст лаванды девочки ну как-то мне очень хочется причем солнце у нас вот оттуда будет то есть вот после обеда будет солнце там и этот кустик лаванды он будет прям тянуться к солнышку то есть он будет немножечко уходить от розы пьердурансар вот от этой арочки и он закроет мне пустую серединку дальше нужно посадить вторую георгину в этом же цвете я думаю что я ее посажу вот сюда вот между еще же здесь матись вот лилия тянется и здесь вот тюльпаны они же отрастут то есть я прям под тюльпанчики под тюльпанчики высажу второй мешочек с георгином и потом уже посмотрите допустим так единственно что с этими георгинами я никак не пойму почему они мне написали какой высоты будет цветок то есть вот я не вижу ни на одной и на второй вы это тоже очень большая проблема потому что они же есть низкорослые эти цветы а есть высокорослые поэтому смотрите один будет вот здесь георгинчик а второй а второй потому что с этой стороны у меня будут розы я уже чтобы обрезать моего пьера не подойду это будет невозможно значит я буду карабкаться вот с той стороны то есть между лавандой и самим кустом тоже нужно думать о том чтобы хотя бы там для для какого-то где-то ногу поставить было место поэтому хотелось бы конечно вот туда в центр еще один георгин посадить но не знаешь какой будет высоты вы понимаете в чем дело что же они мне написали они же есть такие высокорослые ой девочки метр двадцать метр сорок все понятно я слепотня вот этот вот а метр метр двадцать вот это а это метр двадцать метр сорок поэтому метр двадцать метр сорок вот сюда на задний план а один метр один метр пойдет вот сюда значит то есть вы понимаете вот здесь вот тоже с краешку я ее посажу пускай растет а то серединка значит у меня будет лаванда и потом между вот этими уже всеми растениями у меня есть такие ленточки с цветами с разноцветными там где-то видела я там синие есть все я потом их в апреле месяце сейчас чуть-чуть вот пускай это погода установится и я их в апреле месяце месяце между этими всеми растюшками выложу в землю и они у меня взойдут сразу так дружненько но вот принципе девочки пока мужа нет начну быстренько копать потому что он сейчас приедет опять насчет меня критиковать скажет ну вот опять ты все выкопала опять ты все переделаешь девочки так вот я когда формирую клумбы у меня постоянно где-то что-то вот так вот ай ну мне кажется это у всех так пока одно пока другое и копаешь перекапываешь ну все главное чтобы были силы так что начинаем ну вот смотрите видите все таки нет все таки лаванда будет хороша среди этой клумбы она мне вот прям вот возьмет половину потому что очень трудно на этой клумбе вот казалось бы она маленькая да но вот сохранить красоту весь сезон очень сложно потому что вот тюльпаны я все тюльпаны я еще все их выкопаю и вообще вот посажу вообще вот так вот в стенку они очень мешают эти тюльпаны хочу вам сказать это просто это даже катастрофа а я сейчас вы знаете что я сейчас пойду в теплицу и принесу здесь же я хочу высадить и хиноцею наверное высажу здесь на этой клумбе очень я люблю ее конечно а может быть вот сюда высажу здесь тоже у есть немножко места и она тоже по цвету подойдет вот всем двум розочкам этой конечно на на арке не подойдет она темно-красная а вот этим двум розочкам и хиноцею очень очень даже подойдет может быть и сюда сейчас буду смотреть то что там это же там еще только начало а потом же буду засаживать как вот моника говорит в угле господи девочки короче давайте я пойду пока в теплицу вот я пока до меня дошло про что она посади все этим букетным способом девочки но у меня все букетным способом каждый год у меня там спички негде упасть в этих цветниках потому что как я говорю что цветы они красивы только тогда смотрите вишни начинают зацветать только тогда красивый клумба когда цветов много вот а у меня их мало никогда не бывает поэтому у меня в принципе он и есть этот букетный способ и я тоже сею когда цветочек вы смотрите например я вот их высеяла видите вот в эти баркетики вот все что взойдет я вот пополам разделю один кусочек в одну сторону другой другую сторону а их там будет много в принципе я просто не знала что это так называется сходила я посмотрел этот букетный способ думаю господи что уже там за этот букетный способ уже там прям раздули уже такая но все понятно мы в принципе так и действуем это у меня два вида базилика один широколистный а второй такой тоненький называется базилида марсей вот есть еще лимонный где-то но у меня его нету в дома то есть если я увижу я ищу себе куплю пачечку лимонного я обожаю базилик и я очень много сушу потом цветов когда он начинает зацветать я его тогда прищипываю чтобы он дальше развивался а цветы я сушу и пью чай очень люблю чай с базиликом так вот мои красави тулечки смотрите ой вы мои цветочки будем будем выносить но дело в том что по другая еще проблема видите а им здесь как они чистенько и аккуратненько а у нас сейчас начинается он ведь вот уже желтые вот уже прям вот отсюда видно желтые эти все сосны вот это вот сосновая пыльца у меня уже начинают чесаться глаза то есть она уже есть у нас будет желтое все машины стол стулья на улице и в том числе мои свежие цветочки поэтому если я смогу их поддержать подольше и потом я уже просто психу и начинаю их мыть из шланга девочки я буду выносить сейчас вот эти вот эти лисы лисы лилии и буду я их высаживать это вообще вон уже корни видите какие лезут я сейчас прямо и уложу там возле лаванды пускай она мне дает еще раз точки за лавандой так вот раз туда в ту сторону ну короче все девочки я пошла работать все вам покажу чуть попозже потому что иначе мне будет некогда так посмотрите вот у меня там посеяно так это что у меня здесь эти корни я сняла перчатку чтобы вам снимать вот я сделала ямку значит сюда пойдет вот такая далее вот она метр сорок метр двадцать метр сорок девочки ну вот корни сейчас я вам покажу посмотрите ну так себе тут все такая слабенькая я мне вообще бывают такие страшные но он видите уже одна отвалилась говорят их нужно выбрасывать вот эти которые отваливаются корешки послушайте я ее вот просто вот в землю воткну пускай сидит возьмется так возьмем они вон все подвалились так что мне теперь вообще ничего не сажать ну короче девочки вот я ее сейчас прикопаю и короче я прочитала несколько лет назад что далее то есть георгины далее это по-французски их не нужно поливать сразу то есть вот перекопали и пускай сидят вот когда они начнут вылазить тогда уже мы начнем их и поливать вот я забирала она была последней видите совсем неудачный такой горшочек ну может быть горшочек корешочек может быть что то и получится ну и вот так смотрите вот у меня там лезут уже лили прошлого года вот видите в этом году я так и не купила новых лили может быть еще есть надежда в апреле что-то будет а нет мне нужно смотреть и заказывать на сайте потому что ну у меня лили мало и я хочу много лили я их очень люблю причем они отцветают понимаете достаточно быстро поэтому люблю их сажать с разницей то есть сейчас эти посажу потом следующие очень будет хорошо смотрите какие корни огромные у хиноцея девочки посмотрите вот это богатство вот это я понимаю ой какая красота сейчас я вот сюда вот эти корешки я буду чуть-чуть сейчас вот я их разделаю их нужно как бы снять чтобы дать просторы остальным корням идти в землю ой какая красота девчонки ну смотрите что получается потихоньку то две этих далее этих георгинки посажены вот я там поставила подписала как они называются одна которая сзади будет называться камели а вторая там на м потом покажу этикетки вот сейчас здесь вот посадил это сожа она пахнет вот просто девочки вот лимоном лимоном пахнет конечно с той розы будет сложнее потому что там у меня всякой фигни насажено то есть тоже нужно что-то думать но я сейчас потихонечку я же очень долго я же такая панцер такая мыслитель сейчас подумаю похожу десять раз туда-сюда и тихонечку все и высажу принесли из теплицы леночки на лилии вот я тоже хочу их сегодня уже высадить а девчонка представляете какие они огромные это вообще так они скоро зацветут у меня уже даже не знаю может быть одну здесь посажу как-то у меня они вот лезут тут смотрите вот везде лезут видите вот это это все лилии лезут у меня здесь вот тоже есть ну вот может быть еще одну здесь посажу две туда ну сейчас разберемся короче вот здесь можно посадить тоже вот и закончился еще один день я не успела доделать свою клумбу посмотрите я вытащила пиларгошу ну все будем пробовать послушайте говорят еще холодно ночами но надо что-то делать надо вытаскивать вот я лилии уже вынесла тут у меня их вот две осталось досадить завтра доделаю и вот вот это вот моя клумбочка которую я сегодня тут спину ломала болит спина конечно трудно мне делать девочки и очень трудно вот такие клумбы когда нету прохода конечно засадить ее аккуратно чтобы ничего не повредить лилии уже лезут прошлогодние где-то что-то уже щемится я тут что-то сажаю ну короче послушайте пересадила я куст милисы туда на задний план вот там видите белый как стульчик спинка стульчика вот там вот 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 веточка торчит справа туда пересадила куст милисы там земля я вам не могу рассказать Морис чуть мне вырубил эту яму и вот здесь вот такой получается цветничок и роза вот это новая роза вот это синий зябрик или голубой зябрик как его там называют вот она будет сидеть на том месте ну и лучшего места прям и даже и не найти на сегодняшний день там был старый куст лаванды мы его вытащили и я на его место сажать не буду я туда засажу такие вот по кругу везде вот здесь по этой клумбе буду подсаживать цветочки которые будут у меня свисать завтра покажу вы мне скажете как они называются все девочки пошла я мыться и буду вам монтировать видео на завтра вы любите мой такой ночной сад поэтому показываю нарциссики гиацинтики вот здесь вот тюльпанчики сидят ну против света плохо видно розы конечно вымахали вымахали надо на слепышей проверять завтра доделаю эту клумбу пройдусь ой короче вот такие дела мои хорошие все всем спокойной ночи действительно завораживающее зрелище ночное такое красота всем французское безу-безу до скорой встречи в моем саду с вами была ваша провансалочка кто не подписан подпишитесь на канал жмите на колокольчик делитесь моими видео если они вам нравятся ставьте лайк и не забывайте будем общаться будем дружить ваша провансалочка а гортензия какая красавица посмотрите ой как красиво распускается она у нас там все время звездочка горит то есть мы вот эти вот с елкой шарики не убираем так что у нас звездочка будет гореть круглый год а смотрите как здорово на самом деле вот так вот натрудишься натрудишься в этом саду потом уходить конечно хочется посмотреть что сделал марис уже давно смеги дома одна я тут топчу что-то снимаю тоже мне ну все пока у меня сегодня было обновление на моем телефоне поставили мне девятую версию андроида и естественно что изменилась камера и вот я я хожу сейчас вот прям вот ночную съемку делаю хочу посмотреть что же там такого новенького но я вам хочу сказать тоже все эти обновления к чему ведут что пока потом поймешь что где и как так уже напоришь делов а видео это такое дело что вот ты его снимаешь сейчас да если ты захочешь переснять этот кусочек то уже никогда то же самое не наговоришь никогда уже не покажешь то что ты хотел показать первый раз поэтому конечно это все чревато ну давайте сейчас посмотрим что так то засвечивается здесь такое так здесь наш тоннель я уже начинаю гостей собирать на наши посиделки в саду на конец мая начало июня так что девочки если кто живет во Франции и кто хочет приехать пожалуйста напишите мне об этом спишемся и ой куда это я всунула руку то спишемся договоримся у нас недалеко здесь есть отель можно переночевать и послушайте почему бы и нет приезжайте я буду рада и 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